Домила Шарафуддинова Самый сложный был бой с индусом. Это был первый бой, было тяжело психологически настроиться. Я настроился, в принципе, провел очень хорошо. Индусу несколько раз отчитывали, то есть он был на грани нокаута. А дальше уже, в принципе, пошло по накатанной серб. И в финале я встретился с турком, тоже ему отчитывали. В принципе, не почувствовал особый полуфинальный-финальный бой и выиграл турнир. Тянуть с продолжением тренировок после поездки в Сербию спортсмен не стал. Отдых продлился всего один день. Потом все в обычном режиме. Собрал спортивную сумку и начал готовиться к новому турниру, который пройдет уже в России. Жить в таком темпе он давно привык, да и спортивный режим никто не отменял. В сентябре этого года я выступлю в Челябинске. Это турнир класса с приглашением иностранных команд. Дальше будет видно. Этим летом спортсмену также предстоит определиться с будущим образованием. Учеба и профессиональный спорт можно совмещать. В этом уверен тренер Дамила Александр Гришин. За выступлением своего подопечного он следил из Нижнего Новгорода и давал наставления по телефону. На месте с Дамилом работал тренер сборной России. Установки тренеров были выполнены на все сто. Не получилось, не сложилось в этот раз с ним поехать. Вообще он мне звонил перед боем обязательно где-то. За час говорил, вот, Александр Гришин, я через час иду. Какие-то им давал наставления, в основном психологического плана, не расстраивайся, настраивайся, все у тебя получится. И, в общем-то, так получилось. Все нормально, отбоксировал по-бойцовски. Дамилу Шарафудинова можно смело назвать одним из самых перспективных нижегородских боксеров-тяжеловесов. Но в России он пока только номер два. Для того, чтобы стать лидером сборной команды, ему нужны новые победы. К новым соревнованиям «Тандем» тренер-боксер будут готовиться до конца лета. Татьяна Давыдова, Никита Вертлин, столица Нижний.